ЧС в Латвии. 40 дней. Штрафы за отрицание вируса. Измена шпрот и другое. Статья на Конте за 24 апреля 2020 года. Сергей Васильев. У меня столько интересных, по моему скромному мнению, материалов, столько книг, содержанием которых хотелось бы поделиться и выводами, с которыми хотелось бы поспорить. Например, я с удивлением узнала, что Сталин владел четырьмя языками, читая на французском, немецком, английском. Однако в отделе планов постоянно вторгается грубая действительность в лице латышского государства, заставляя сначала дико хохотать, пугая домашних, а затем откладывать все дела, чтобы сообщить вам об очередном идиотизме ЦУ европейцев. Но пройти мем такого было бы преступлением. Итак, в Риге трое мужчин оштрафованы за несоблюдение дистанции и отрицание коронавируса. Ссылочка на источник. В четверг вечером, патрулируя на улице Салацас, полиция заметила во дворе многоквартирного дома трех мужчин, которые стояли и разговаривали, не соблюдая установленной стороне дистанции в два метра. На вопрос о том, почему компания не соблюдает ограничения, нарушитель ответил, что не хочет комментировать глупости. С учетом беззаботного отношения нарушителей к ограничениям, полиция решила оштрафовать каждого на 100 евро. Еще вчера в Риге могли оштрафовать и даже осудить только за отрицание зверств русских во время оккупации в Латвии. А сейчас смотришь ты, уже до штрафа за отрицание микроба добрались. Впрочем, что тут удивляться? Бюджет он ведь пополнения требует, а где его взять при практически полном прекращении транзита и доходов от разграбленных и разрученных патриотами в кавычках производств? Только дополнительные штрафы и налоги. Премьер-министр Латвии, гражданин США Кариндж, кстати, с удивлением обнаружил, что в Латвии налоги платятся неправильно. Оказывается, бедные платят налоги меньше, чем богатые. Налогов платят меньше, а кислорода вдыхают столько же. Причем не только кислород вдыхают, но и гадости норовят выдохнуть не меньше, чем... Ах, какие уважаемые члены общества! А есть такие, которые вообще налоги не платят. Они скукожились, свернулись в трубочку и притворились дохлыми, совершая при этом форменное преступление перед бюджетом и чиновниками. Одним словом, министр финансов получил поручение получения наличности со всех фигурантов телефонной книги, невзирая на их статус. Что-то мне кажется, что грядут продразверстки и экспроприации всего, что шевелится. Хотя находятся еще и нестандартные решения. Есть неожиданное и нестандартное предложение, способное наполнить бюджет приватизацией трамваев и троллейбусов. Но согласитесь, свежо, нетривиально. Я лично сразу трамвай не потяну, поэтому скромнее. Присматриваясь к приватизации какой-нибудь одной остановки с последующим взиманием платы за проезд через нее, что-то в этом есть. От будущего Европы или вообще от будущего. Тем более, что с вирусом в Латвии все просто отлично. Просто идеальная картина маслом, который опять же портят всякие разные несознательные граждане. Например, семья из четырех человек с явными симптомами чего-то похожего на COVID-19 неделю пыталась сдать анализы и, будучи отсылаема куда подальше, ответственными лицами, чтобы не портили праздничную статистику. Сейчас невозможно подсчитать, сколько народа было отправлено по известному адресу, но думаю приличное количество. Народ, он ведь наглый. Ему сказали один тест 80 евро, два теста 160, семья из четырех человек 320. Только бизнес, ничего личного. Или это из другого фильма? Одним словом, очередной раз трагически не повезло чиновникам с населением. Тесты не покупают, налоги на солнце, дождь и воздух не платят. Ну и последнее, но не в последнюю очередь. Шпроты изменили Прибалтики. Да-да, вот такой вот афронт. Вы посмотрите, что написано на, можно сказать, национальной продукции в красном квадратике в правом верхнем уголке. Сделано в России, для тех, кто не увидел. На банке написано. Ну и как жить после этого? Сергей Васильев. ЧС в Латвии. 40 дней. Штрафы за отрицание вируса, измена шпрот и другое.